Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас с вами эксперимент, а именно любопытство, что же находится в самой луковице после того, когда вырос зеленый лучок. Не знаю, интересно ли это вам, но мне это очень интересно. Поэтому давайте сегодня посмотрим. Мы с вами разделим. Да, вот тут что-то уже мягенькое. Если здесь сухое, то здесь уже такое влажненькое. Да, кстати, скажу сразу, лук у меня вырос. То есть он не был в воде. У него, видите, попка здесь сухая. Просто лежал на балконе, и появился зеленый лучок. Я не стала его убивать. Думаю, хочет расти, пусть растет. Дам жизнь. Да, тут уже влажненький, но я чувствую, что там внутри есть что-то жесткое. Скорее всего, я думаю, что сок отсюда он уже весь выпил, а что-то внутри все равно осталось. Давайте ее посмотрим. Батюшки, какой. Смотрите. Какие полосы такие, похожие на корень, растут здесь. Знаете, а вот смотрите, как будто корень идет внутрь, растет. То есть вот он должен идти наружу, а он внутрь. Хотя мы ничего такого похожего, по-моему, не замечали там. Как змеи какие-то. Смотрите, сколько мы кожурок. Три, четыре, пять, сняли. Смотрите, получился лук, появился. Появился уже лук. Давайте его отрежем. А тут уже такое похоже на гнилое. Здесь тоже. Может, и не гнилое. Может быть, это вот как раз в серединке лука что-то выросло. Давайте разрежем его теперь пополам. И посмотрим, что же у нас внутри. Вот самый такой вот вопрос, который меня очень-очень интересует. Что же находится внутри луковицы. А внутри луковицы, смотрите, как будто бы созревает следующая луковица. Причем, смотрите, здесь как раз вот есть цвет той самой шелухи. Вот она, видите. Такой же шелухи. То есть, она, получается, эта луковица сама внутри, начиная созревать на похожую, подобную луковицу. Смотрите, как круто. Без воды, без всего. То есть, воды даже нет. Она без воды просто начинает сама созревать. Смотрите, блин, это так классно. Вот она. Та самая луковица. То есть, в принципе, смотрите, вот тут у нас остается лук вполне хороший. То есть, его вполне, я думаю, можно покушать. Куда-нибудь там добавить. Если вы боитесь съесть. Я надеюсь, у вас глаза не щипят. У меня уже начинает, если честно. Вот, смотрите, вот она. Это та самая шелуха, но только она более тонкая. Примерно как вот здесь вот. Ой, я сейчас плакать начну. Как вот здесь примерно, только она немножечко даже потемнее. А, ну вот, да? Вот, как-то так. Да, вот она такая же. Она только здесь потолще, а тут более, мне кажется, она нежненькая должна быть. Да, она прям вон тонкая-тонкая такая. Ой, она прям совсем тонкая. Короче, вот, смотрите, да, находится. Вот он. И получается, что он уже стал довольно плотненький такой. Надо это все большое убрать подальше. Ой, господи. Здесь просто вот они идут, полосы такие. Круглюшки, круглюшки. Да, внутри нее, где тут? Внутри нее, вот видите, есть еще кругляшок. Как раз, который, кстати, вылазит именно этот вот зеленый лучок. Зеленый лучок именно идет в серединочке. Уже смотрю, честно говоря, одним глазом потекли уже сопли. Это вообще нереально. Во! Так, что там? Ага, сама посмотрела. Вот он, зеленый лучок, который идет как раз в середине. И растет, и получается, вот он. Где? А вот, вот он получается. И весь этот зеленый лук. То есть, в принципе, вот он. Вот так он устроен у нас. Пишите в комментариях, а вы прослезились от лука или нет? Вот так мы с вами посмотрели лучок. Да, то есть, вот она. Еще я их убрала подальше, потому что невозможно. Мне кажется, вы тоже прослезились. Не знаю, мне так кажется. Ну, вот он, видите, он темненький. Так, где она? Вот здесь свет. А может, вот этот другой? Хотя нет, их же было две. Наверное, темные. Здесь тоже, вот видите, нормальный лук. Несколько слоев, смотрите, тоже. И вот она, прямо сама. Здесь, кстати, есть дырочка. Вон она, дырочка. И там точно такой же есть зеленый фитилечек. Вот он, зеленый фитилечек. Откуда вылазят вот эти уже зеленые лучки. Вот. А вот это, мне кажется, вот это вот, мне кажется, это уже корни. Да, они были полезны в сам лук. А, слушайте, а может быть, даже нет. Это даже может быть не корни, а может, это следующие лучки. Хотя фиг знает. Не знаю. Короче, напишите в комментариях, как вы думаете, что это. Может быть, это корни просто полезли в обратную сторону. Поскольку нет воды, они, может быть, полезли кверху. К солнышку. Ну, и здесь, конечно. Вот она сама. Ну да, он такой, знаете, очень мягкий. Здесь пожестче, а здесь мягенький. Видимо, мне кажется, он уже просто начал подпорчиваться. Вот он. Вот такой он. Не знаю, вам видно? Такой сок, как будто, выделяется. Ну, и здесь тоже что-то. Там, кстати, видно, что их много, как слоеное тесто. Слоями накладываются. Там тоже такие слои. А вот, видно, видите? Они сквозные. Прикольно. Вот такой у нас с вами был эксперимент. Также, конечно, у меня есть лучок. Вот такой. Я уже не забрала лук. Но тут вот видно, что он уже подпортился. И внутри, конечно, он уже мягкий. Я не буду его трогать, вскрывать. А мне кажется, он уже внутри просто сгнил. Поэтому, я думаю, наверное, смысл. Ну, да, вот. Видно, он уже сгнил. Его проще уже просто выкинуть. Смысл нам смотреть что-то гнилое. Гораздо интереснее посмотреть именно вот такое, которое вот действительно что-то находится. Где вот остался сам еще лучок, которым можно покушать. И довольно вот, да, интересно. Короче, мне очень понравился этот эксперимент. Причем, я его сделала первый раз в жизни. То есть, я никогда так лучок не вскрывала. Обычно мы его вставили в воду, он там прорастал вот так, и мы его выбрали. Но в воде это другое. Вот этот просто сам на балконе, там не на солнышке, а даже в тени, просто сам пророс. Попробуйте дома точно так же и вскройте свой лучок. И тогда посмотрите сами, что же там будет внутри. Возможно, у вас может быть что-то другое будет. И будет более понятно, что же такое вот это вот. За такие странные полосы. На сегодня это все. Смотрите также наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся. Также наши обзоры на продукты из светофора, победы из магазина FixPrice, на товары из FixPrice. Также обзоры на технику, живопись. Также у нас есть природа, как я снимаю природу, птичек там всяких, животные, мошки там, таракашки и так далее. И также, я думаю, у нас еще будет очень много разных экспериментов, не только с луком. Поэтому подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки. Лайки, 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 лайки. Пишите комментарии обязательно. Потекли у вас слезы или нет от лука? Я думаю, что, наверное, потекли. Обязательно пишите, мне будет интересно. Вот. Также подписывайтесь. И с вами был канал Artmania. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok